Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, немножко о американских делах. Вот просто отстраненно, не буду агитировать, но ситуация как есть. Издательство Политика, оно довольно осведомленное, пишет о том, что Трамп заявил, что в случае прихода к власти, в случае, если он будет президентом, он будет меньше делиться с партнерами по НАТО развединформацией. А с кем он тогда будет больше делиться, если не с партнерами по НАТО? Я ничего не понимаю, но исходя из того, что он говорил, что Ким Чен Нэн классный пацан, с Путиным у него хорошие отношения, вот только с этим Дэн Сяопином, Си Цзиньпинем, что-то немножко не так, но он тоже неплохой пацан, потому что он стронгмен. Если он не будет делиться с НАТОвцами, то может быть с этими? Ну, поправьте меня, если я не прав, может новые союзники у Трампа появились? Я не в курсе. Вот так, вот это первый момент. Еще один очень интересный момент, это, знаете, вот постоянное унижение женщин. Да, мы еще к унижению женщин перейдем, я сейчас в двух словах расскажу о результатах того, как сейчас выглядят свинг-стейтс, то есть шатающиеся штаты, да? Я вот много раз говорил, что есть штаты, которые всегда проголосуют за демократов, да есть же, если демократы поставят, я не знаю, кого угодно, вот они за него проголосуют. Есть штаты, точно такие же, значит, проголосуют за республиканцев, вот что бы тебе ни сделали, только республиканцы, да? Вот, а там, скажем так, политическая борьба бессмысленна. А приори реклама бессмысленна, потому что в Калифорнии при любом раскладе победят демократы, а в Луизиане при любом, чтобы там небо на землю упадет, все равно победят республиканцы. Да, то есть, ну, понятно. Вот, но есть целый ряд штатов, которые определяют, в чью сторону, как говорится, пойдут весы. Это штаты, которые иногда за тех, иногда за тех. Вот как Пенсильвания, например, штат Мэн, например, да, ну и так далее. Есть еще там несколько, Северная Каролина, да, Флорида. Таких штатов приличное количество, может, Аризона, может, еще что-то. Вот, где, значит, Миннесота. То те могут выскочить, то другие. Вот за эти штаты идет основная борьба. Значит, что интересно, что там после смены Байдена, которого, ну, уже невозможно было дальше тянуть, и после смены его на Камалу моментально выросли рейтинги демократов. За счет кого? Думаете, за счет тех, кто не хочет, хотел проголосовать за республиканцев, но проголосует теперь за демократов? Конечно, нет, не за счет этих людей. Выросли рейтинги за счет разочарованных демократов, которые смотрели вот так вот, знаете, на Байдена, вот так вот, боже мой, он опять не нашел выход со сцены. Боже, знаешь, это вот такое вот, рука-лицо. И они просто не пошли бы на выборы, да? Это избиратели демократов, либо колеблющиеся избиратели, чаще всего молодые, либо цветные, как говорят в Америке. Они бы просто не пошли на выборы вообще, потому что, ну, голосовать за Байдена, ну, блин, как? Ну, как? Вот. А теперь молодая пошла женщина, о, классно, палец в рот не клади, будет хорошим президентом. И они, собственно говоря, сейчас восприяли духом, накидали денег демократической партии, я об этом уже говорил. И все, они опять идут на выборы. То есть они выбиваются из той категории, которая на выборы не пойдет, опять пойдут, опять проголосуют за демократов. Так вот, у всех этих мичиган, особенно в Мичигане, и там и Пенсильвании, и так далее, и так далее, уже ситуация перевернулась с ног на голову, хотят голосовать уже за женщину, за Камалу Харрис. За Трампа не хотят голосовать, и это вызывает просто дикое бешенство в штабе Трампа. И вот к чему я веду. Я сейчас смотрю, я, знаете, вот так вот схватился вот за голову, и смотрю там телешоу, называется The Five, это трамписты, трамписты, и вот ведущий там, зовут его Джесси Уотерс. Я прекрасно понимаю по-английски, может, у меня не лучшее произношение, но по-английски, и там еще на одном языке я понимаю очень хорошо. И я слушаю, я хватаюсь за голову. Значит, этот чудик, сидя в Fox News, да, то есть, ну, елки-палки, это центральный американский телеканал, и он является одним из его ведущих. Заявляет следующую вещь, что мужчины, голосующие, вот он много там говорил, просто, знаете, нес откровенную ахинею, вот, но вот венцом этого всего дела, значит, это было так, значит, мужчины, голосующие за женщин, это мужчины, у которых были какие-то проблемы с мамами, и у них, у них есть настоятельное желание, чтобы на них обратили лица женского пола, и вообще, я сейчас практически дословно говорю, и вообще, мужчины, которые голосуют за женщин, это фактически женщины. Но это не дословно, вот мысль я его передал очень точно. Это в стране, которая помешана на равноправии, в стране, у которой права человека, ну, казалось бы, незыблемы, и эта скала, это гранит, значит, получается, что голосовать за женщину мужчины не должны? Это так получается, по логике вот секты трампистов? Я, честно, я не врезал. Хотя, в принципе, ничего удивительного нет, ничего удивительного нет. Знаете, я вам сейчас скажу такую вещь. Знаете, кто еще исповедует такую, где еще или кто еще исповедует точно такую же философию? Я вам скажу, Талибан исповедует абсолютно такую же философию. Вот у них за женщин голосовать тоже нельзя. Исламское государство, да, вот ИГИЛ, у них тоже за женщин голосовать нельзя. И в этом плане, как говорится, трамписты немножечко уступают Пакистану. Потому что в Пакистане за женщин, это мусульманская страна, да? И такая довольно жесткая мусульманская страна, очень жесткая, я бы сказал, они довольно жесткая мусульманская страна, но у них за женщин голосовать можно. Бен Азербхут-то о чем-то говорит, премьер-министр? Да, 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 премьер-министр Пакистана. То есть трамписты вот сейчас по уровню своего развития находятся где-то вот между Пакистаном и Талибаном. Вот застряли ровно посередине. Попробуйте опровергнуть. Если кто-то думает, что я это все выдумал, то разглагольствование вот этого трамписта, Джесси Уотерса, вы можете сейчас послушать на нашем телеграм-канале. Ссылочка, как обычно, внизу в описании к данному ролику. Вот еще одно очень интересное наблюдение. У кого, какие предпочтения? Значит, кто голосует больше, по опросам, понятное дело, но, по крайней мере, опросы говорят так. Кто больше голосует за Трампа, проголосует. А кто больше проголосует за Камагу? Значит, смотрите, за Трампа однозначно он впереди среди белых мужчин возраста 50+. Вот это его, да, это его Редники. Я бы еще добавил, скорее всего, без образования. То есть, ну как без образования? Ну там, закончил когда-то школу, и на этом все. Вот, вот это такой момент. Вот, и кто голосует за Камагу? Там есть несколько категорий, но вот основное, это так называемое цветное население, то есть не белое, в Америке его огромное количество. Это молодежь, где-то, вот, ну, 18-35, безоговорочно за нее. Вот, ну и это женщины, понятное дело. Вот сейчас вот эти выступления, вот этого вот, как его там, Джесси Уотерса. А, также приблизительно то же самое несет Ди Венс, это его вице-президент, потенциальный вице-президент от Трампа, который тоже там наплевал на уровне Талибана в сторону женщин. Вот, то есть вот они сейчас, как говорится, активно работают над тем, чтобы избрали Камалу Харрис. Потому что, зная американок, зная их тягу к равноправию, зная их тягу к правам своим, вот, вы представляете себе? Взять ее и, как говорится, низвести до уровня существа, за которого нельзя голосовать? У вас там как? Я еще раз говорю, в Пакистане за женщину проголосовали. А у трампистов, оказывается, ты, если голосуешь за бабу, ты баба. Ну, вот как-то так, грубо, но вот именно таким образом это все звучит. Нормально, хорошо, Америка. С дубулы. С дубулы. С дубулы. С дубулы.